Всем привет! Меня зовут Кристина и сегодня мы поговорим об ультрабойке-трансформере Lenovo Yoga 72013. Модель была выпущена в 2017 году в трех цветах – сером, медном и серебристом. Ко мне на обзор попал последний вариант. Внешне ноутбук выглядит очень стильно. Тонкий, хорошо собран, а сдержанные цвета – черный, белый и серый – придают ему элегантности. Несмотря на то, что корпус практически полностью состоит из алюминия, модель очень легкая – всего 1 кг 300 г. А его габариты настолько скромны, что ноут легко помещается в средних размерах дамской сумочке. По взаимодействию, йогу почти нереально открыть одной рукой, так как у нее спереди нет никаких засечек – поддевать крышку приходится сбоку. Отчасти это связано и с тугими шарнирами – они сделаны такими для долговечности и безопасности ноутбука. Вы ведь не забыли, о чем вся серия Lenovo Yoga? Конечно, все модели линейки обладают потрясающей гибкостью и могут использоваться даже в качестве планшета. Кстати, хочу предупредить, если будете ставить модель домиком, будьте осторожны, ее торцы не прорезинены. В комплекте с ним идет стилус. Жаль, до меня не доехал, но говорят классный. Но мне все равно есть чем вас удивить, только посмотрите на эту мышь. Lenovo Yoga Wireless Mouse. Не сказать, что эргономично, но что эффектно – это точно. Наличие слова «йога» в названии как бы обязывает ее к какому-то акробатическому трюку, и она действительно может поворачиваться вокруг своей оси, превращаясь в указку. С помощью такой указки можно, например, переключать слайды в презентации или треки в проигрывателе. Она заточена под Windows, работает по радиоканалу и по Bluetooth. Мышь работает вплоть до месяца от одного заряда и стоит чуть больше 80 долларов. Возвращаясь к ноутбуку. Портов в нем всего ничего. Один USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и аудиоразъем 3,5 мм. Ни разъемов для Ethernet и HDMI, ни кардридера нет. Если что-то из этого для вас критично, не проблема найти переходник. Кнопка включения и выключения ноута расположена на правой боковой грани корпуса, рядом с USB 3.0. Так что вероятность случайного нажатия сведена к минимуму. Для зарядки можно использовать любой из Type-C, а 3.0 хранит в себе интересную фишечку. Дело в том, что через него можно заряжать сторонние устройства даже при выключенном ноуте. Клавиатура с белой подсветкой. Сами клавиши очень отзывчивые, с ними приятно работать. Исчез баг с клавишей вверх между шифтом и знаком вопроса, что очень круто. Тачпад большой и удобный, к нему вопросов нет. Рядом с ним и клавиатурой расположился, угадайте кто? Сканер отпечатка пальцев. Плавно переходим к экрану. Кроме того, что он сенсорный, ему есть чем вас удивить. Матрица IPS, разрешение от Full HD до 4K в разной комплектации. Углы обзора близки к максимально возможным. Рамочки очень тоненькие и аккуратные, но глянцевый дисплей собирает пальчики. Кстати, о корпусе такого не скажешь. Это несомненный плюс. Что внутри? Intel Core i7U 7-го поколения. Интегрированная видеокарта Intel HD Graphics 620. Оперативка до 16 гигабайт стандарта DDR4. И встроенный накопитель SSD емкостью до 1 терабайта. Звук у йоги от JBL. Два динамика по 2 ватта. Звучат хорошо. Может, конечно, не хватает низких частот. Но в целом смотреть с ними сериальчики – одно удовольствие. Аккумулятор несъемный. Производитель заявил время автономной работы от одного заряда в пределах 10 часов. Я особо его не жалею. Проработала примерно 7. Вся эта красота поставляется с Windows 10 и стоит недешево. Модель не геймерская. Она заточена именно под бизнес-сегмент. Возить его на встречи, презентажки показывать с такой-то мышкой, работать в дороге – это все к нему. Причем он с легкостью потянет и Photoshop, и легкий монтаж видео. Если хочется компактности, производительности и эффекта, вы знаете, что выбрать. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пока-пока. Я могу, ГГД, снять платье и остаться человеком. Два раза приятно.